Привет, я Егор и это Лимб, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. Сегодня мы переместимся в другую островную страну, в которой тоже были свои розы, чай, гражданские войны и все такое. Но сегодняшняя наша тема практически изнасиловала массовую культуру за последние лет 20. Ниндзя. Тот факт, что слово ниндзя или синоби переводится как скрывающийся, вряд ли станет для кого-то открытием. И, соответственно, то, что их основным оружием была скрытность, тоже. Но, тем не менее, разобраться, кого именно называли этим словом, все-таки стоит. Словом ниндзя, например, называли и самостоятельных шпионов-диверсантов, будь то ронины, самураи без хозяина, или просто пронырливые авантюристы-наемники. Отметим этот факт. Чус. Но основной нашей сегодняшней темой будут люди, специально воспитанные и обученные профессионалы своего дела. В общем, те самые, из-за которых само слово ниндзя не знает разве что новорожденный слабоумный краб с островов Полинезии. Кто они такие? Собственно, ниндзя это последователь ниндзюцу. О, капитан мой капитан. Что это такое? Вопреки распространенному мнению, ниндзюцу это вовсе не школа боевых искусств. А точнее, вообще не боевое искусство. Это такой комплекс техник маскировки, боя, выживания, дыхания, даже фокусов и актерского мастерства. Откуда оно взялось? Тут мнения расходятся, но наиболее популярная точка зрения состоит в том, что виноваты в становлении ниндзюцу монахи Ямабуси. Отшельники, которым потребовалось выработать целую систему для выживания в недружелюбной средневековой Японии. И тут надо понимать, что связь между этими монахами и нашими воинами тени совершенно непрямая. Немножко цифр. Ямабуси существовали приблизительно в 8 веке, ниндзюцу сформировалось где-то к 10-11, а системный характер приобрело вообще только к 15. И не совсем верно оправдывать это хваленым японским традиционализмом. Это скорее прагматизм синоби, которые решили не изобретать велосипед, а позаимствовать уже готовые техники выживания, пригодные для людей не военных. Собственно, да. Ниндзя, как отдельная социальная группа со своей там организацией и всем таким, сформировалась где-то веку к 15. До этого момента, как уже говорилось, так называли в общем-то любых наемных убийц. Шпионов, диверсантов, бла-бла-бла. Связано это с тем, что в этот момент в Японии наступает эпоха феодального передела всей страны. И потребность в профессиональных наемных синоби резко возрастает. Обратим внимание на слово наемных. По факту, ниндзя были вообще единственными наемниками на территории средневековой Японии. Все остальные, включая каких-нибудь самураев, работали за еду. Как какие-нибудь графические дизайнеры. Таким образом, в стране сформировалось несколько десятков так называемых кланов ниндзя. Клан несколько неверное название, поскольку внутри клана никакого упора на семейные связи, в общем-то, не было. Но факт того, что многие школы ниндзя воспитывали себе кадров с самого детства, в общем, не дает их обозначить просто как какую-то преступную организацию или что-нибудь типа того. Забавно, что социальное положение ниндзя определялось словом хинин. Оно обозначало человека, вообще не входившего в структуру общества. То есть, с официальной точки зрения, ниндзя как таковых вообще не существовало. Ложки не существует. Тем не менее, присутствие и влияние ниндзя в некоторых провинциях, Иго и Кого, если кому-нибудь это что-нибудь скажет, было настолько велико и очевидно, что даже официальный назначаемый губернатор, в общем-то, не имел никакой власти. Ну да, что-то типа мафии. Самураи засыпают, просыпаются. Собственно, эти кланы строили свои школы ниндзя во всяких там горах, влезали во все политические конфликты куда могли и успешно использовали инновации. Я имею в виду огнестрельное оружие, да. Когда португальские варвары завезли в Японию огнестрельное оружие, поначалу им вообще реально умели пользоваться только ниндзя. В некоторых особо горных районах Иго и Кого, если вам это о чем-нибудь говорит. Школы ниндзя были такими пафосными, что помимо шпионов, диверсантов и убийц выращивали целые отряды кисё. Это такие партизаны особого назначения. Хотя это, конечно, редкость, исключение и так далее. Надо понимать, что ниндзюцу, хоть и имела какие-то общие принципы, в общем-то, было у каждого свое. А общее руководство по ниндзюцу с монструозным названием Бансенсюкай было уже написано аж в 17 веке, когда про ниндзя нигде, кроме как театра, уже и не слышали. Начала разваливаться вся эта идиллия к тому моменту, когда главный ниндзя-дон из провинции Иго, суровый мужик по имени Ханза Хаттори, открыто выступил против Ода Набунаги, который в то время, кстати, довольно успешно стремился к власти над всей Японией. И хотя, конечно, в итоге до конца эти планы ему осуществить не удалось, он таки выпилил большую часть ниндзя из провинции Иго. Таким образом, самый известный клан ниндзя стал жертвой того же, благодаря чему вообще появился на свет. Жертвой феодальных войн. Относительно скоро после этого междоусобица в Японии наконец-то прекратилась. И страной начали управлять сёганы Токугава. Наступили 250 лет мира. И в мирное время ниндзя, конечно, никуда не исчезли. Куда нам без шпионов и диверсантов? Но стали явлением уже далеко не таким масштабным и бесконтрольным. Окончательно всё перевернул этакий Леголай с 1649 года. Когда особо богатым князьям даймё, стало официально разрешено тренировать себе на службу синоби. Что окончательно превратило ниндзя в этакую, что ли, военную разведку? Кстати, именно с этим временем, эпохой Эда, связан наиболее распространённый миф про ниндзя. Чёрные костюмы, которые ниндзя носили редко, если не никогда. Потому что с толпой им приходилось смешиваться, честно говоря, даже чаще, чем с ночью. А дело в том, что в традиционном японском театре чёрный костюм актёра обозначал то, что этот персонаж невидим. Ну а ниндзя в ту эпоху, как можно понять по тому кодексу, о котором мы уже упоминали, стали уже, ну, очень популярным сюжетом. А, да, забавный факт напоследок. У ниндзя был очень клёвый способ избегать преследования. Частенько они перемещались по стране в образе камусо. Это такие монахи, которые бродили туда-сюда по Японии, играли на бамбуковых флейтах и вместо головных уборов носили такие большие плетёные корзины, которые полностью закрывали голову. Продолжение следует...